Жизнь штука непредсказуемая Теперь придется платить больше. Так вдруг решили в управляющей компании ЮГТТ и повысили тариф за обслуживание дома ни много ни мало на 63%. Но на каком основании собственникам квартир объяснять не стали. Квитанции с новыми тарифами упали в почтовые ящики в феврале. Пишите письма. Эту фразу как заклинание повторяют в управляющей компании ЮГТТ на любой вопрос или просьбу жильцов дома номер 5 по улице Гагринской в Ростове. Письма пишем уже год. Да вот ответа на них не приходит, рассказывают собственники квартир. Работой своей УК здесь недовольны уже давно. Добиться элементарного текущего ремонта невозможно. Услуги, за которые жильцы 144 квартир оплачивают регулярно, выполняются от случая к случаю. С мнением жильцов в УК не согласны. Работаем и много. А значит можно и оплату за задержание дома повысить. Они все пишут у себя в кабинете, издают приказы, не встречаясь ни с людьми, ни о ком, ни о чем не разговаривать. Скромничать не стали. Увеличили тарифу сразу больше, чем на 60%. Компания ООО ПКФ ЮГТТ поднимает тариф на 68,5%, которое можно сделать только на основании закона после решения общего собрания. Общего собрания нет. И здесь получается вот такая проблема, что мы поднимали все инстанции, испробовали все возможные инструменты, существующие объективно на данный момент для решения этого вопроса, и ни один инструмент не сработал. Нам начальник сказал, подпишите, придите к нам договор, вы подпишите договор, значит, на обслуживание, содержание и ремонт дома. И цену нам выставили вдруг, если у нас было 13,40, вдруг нам выставляют 22,40. То есть вы пришли подписать договор? Мы даже не приходили подписывать договор. Возмутила жителей еще одна строка в предлагаемом договоре. В ней управляющая компания прописала ежегодно повышать тариф в течение пяти лет, опять-таки не объявляя почему. Целый год мы переписывали с ним письма. Пожалуйста, они нам пишут ответ, их юрист отвечает нам на три листа. В этом я вам дам прямо ответ. В этом написано все, что угодно, куча законов, но в конкретном итоге они пишут, что должно быть собрание, но собрание не говорят. Потом мне заявил о том, что было собрание, а вы на нем не присутствовали. Ответа в управляющей компании на вопрос, на каком основании был увеличен тариф, нам не дали, сослались на занятость. Ситуация в этом доме, она такая же, примерно, как и в других домах управляющих компаний, которые относятся к группе компании «Лидер». В феврале 2019 года жители получили платежный документ, в котором была введена оплата по статье «Диагностика ВДГО». После этого, начиная с марта месяца, в платежных документах была увеличена оплата по статье «Содержание общего имущества» без решения общих собраний. А тем временем люди продолжают платить по сверхцене за то, чего нет. Часть людей оплачивает их, потому что юристы, одни говорят, что надо оплачивать, а потом получат другие деньги. Мы решили, что если это незаконные деньги, почему я должна платить, а потом через суд от кого-то добиваться. И часть людей у нас стали оплачивать по январской квитанции. То есть люди платят за все, за весь объем услуг, кроме содержания жилья, не по той цене, которую они выставили нам 23 рубля, а та, которая была законно устанавливана, по которой договора были подписаны у людей. И тогда компания, которая обслуживает теперь нашу компанию, она стала нам писать долги. Кто должен исправлять платежный документ и как жителям вернуть свои деньги? С этими вопросами мы обратились в госжилинспекцию. С точки зрения закона, основной документ для оплаты жилищно-коммунальных услуг – это платежка. И управляющая компания должна сама исправить свой платежный документ. То, что люди не оплачивают эту строку, понимая, что она незаконная, это не предусмотрено законодательством. Повторюсь, это тот способ защиты, который не прописан. То есть здесь либо претензионная работа должна быть через иск, либо вот мы выдали предписание и надеемся все-таки, что здравый смысл управляющей компанией возобладает, и они денежные средства людям вернут. Сколько и на что тратят средства, которые регулярно платят собственники квартир, узнать им не удается. Отчеты о тратах жильцам также никто предоставить не торопится. Парадокс заключается в том, что нам предлагают какой-то тариф, какую-то сумму уплатить, но мы не видим, куда они идут, эти денежные средства. Мы хотим, чтобы те деньги, которые были незаконно компанией, нам начислены, чтобы они вернули людям эти деньги. Главное, чтобы они сделали хотя бы то, что они нам писали в течение года. На общем собрании дома уже затрагивалась тема о смене управляющей компании. Рассмотреть ее подробнее планируют в ближайшее время. Материалы о деятельности компании госжилинспекция направит в правоохранительные органы для правовой оценки. А жильцам рекомендуют снова писать, но не письма, а исковые заявления на управляющую компанию. Своевременный вывоз мусора, уборка снега, замена лампочек в подъезде, а еще взаимодействие управляющей компании с жильцами многоквартирного дома. Все эти критерии теперь будут учитываться при составлении народного рейтинга управляющих компаний Ростовской области. Получается, по швам протекает, они не заделаны. С той стороны нужно швы заделывать везде. Дом номер 10, дробь 1 по улице 2-й Пятилетки. Капитального ремонта не видел ни разу, и видно это сразу, как заходишь в подъезд. С тем, что стены не покрашены и оставшиеся почтовые ящики служат мусоркой для рекламных листовок, жильцы отчасти смирились. Большую опасность сегодня представляют провода, нависающие прямо над лифтом. И такая картина на каждом этаже. Чем выше, тем страшнее. Мы можем показать подъезд, в каком состоянии. У нас, как он называется, тамбур. Мы живем с 83-го года, с 21-го мая ни разу не ремонтировались. Все залито, все загажено. Вообще кошмар. Антисанитария. Управляющая компания с говорящим названием «Делу время» не уточняет время, когда, наконец, начнет хоть что-то делать. Хоть какой-то активности жильцы добиваются не первый год. Просьбы игнорируются, обещания не исполняются. Зато счета приходят регулярно и без скидок. У меня 31 квадратный метр. Гостинка, общая гостинка. И я плачу за содержание жилья 800 рублей. Ну там 700 с копейками, 800 с чем-то. И плюс городу плачу 300 рублей за капитальный ремонт, который когда-то будет. Если я доживу до его. Шансов подняться в народном рейтинге у такой управляющей компании минимальны. А чем ниже строка, тем серьезнее разговор с проверяющими. Спросить мнение людей губернатор предложил во всех городах и районах области. Люди напрямую смогут оценить деятельность своих управляющих компаний, причем по понятным и простым критериям. От качества работы дворника до ремонта, уборки подъездных. На основе этих опросов, мониторинга составил народный рейтинг управляющей компании по муниципалитету. В госжилы инспекции уже приступили к работе. Если говорить про прошлый год, это 30 тысяч обращений. Мы имеем установленную законодательственную процедуру рассмотрения этих обращений, проведения проверок, принятия мер к управляющим компаниям. Это, повторюсь, это наш профессиональный рейтинг. Народный рейтинг – это совершенно иная история, признаются в госжилы инспекции. Народный рейтинг, он позволит оценить работу управляющих компаний независимо от обращения в какие-то контрольные надзорные органы. Мы получим позицию людей не только негатив, но и объективную оценку работы нормальных управляющих компаний. Оцениваться работа управляющей будет по трем критериям. Первое касается выполнения работ по содержанию благоустройства земельного участка придомового имущества, включая уборку снега, покос травы и вывоз мусора. Второй критерий – оценка работы управляющей компании с общим имуществом внутри многоквартирного дома. Прежде всего, это работа инженерных сетей, качество отопления, водоснабжения, канализации. Не останется без внимания и оперативность. Своевременные замены разбитых стекол, плафонов, установка общедомовых приборов учета, мытье полов, уборка лифтов. И третья группа критериев будет касаться взаимодействия УК и собственников, то есть проведения общих собраний и отчетов работы аварийной диспетчерской службы. Народный рейтинг, он прежде всего будет носить имиджевый характер для управляющих компаний. Поощрения, безусловно, будут. Именно, повторюсь, эти поощрения будут носить характер, что жители области должны узнать, кто лучше, какие лучшие управляющие компании на территории тех или иных муниципальных образований, городов, осуществляют свою деятельность. Ну а худшие, соответственно, повторюсь, это опять удар по имиджу, это, следовательно, завтра люди могут отказаться от работы с этой управляющей компанией, выбрать себе другую, которая более высокое место в этом рейтинге занимает. Контейнеры для раздельного сбора мусора, велопарковка, лавочки, детские игровые площадки, клумбы у каждого подъезда, мусорки, спортивные тренажеры. Двор мечты для одних, для жильцов ростовской многоэтажки на орбитальной 32-1 – реальность. Преобразить его удалось благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда». Заявку на участие жильцы подавали совместно со своей УК. Это не показательный дом. Мы стараемся почти каждый дом, чтобы был в таком состоянии. Все зависит от времени, от качества и от понимания того, что хотят жители. На каждом доме у нас есть совет дома, председатель совета дома, где совместная работа позволяет в кратчайший период действительно добиться положительного результата. В подъездах чистые стены, камеры видеонаблюдения на первом этаже и на улице. Плата за мечту вполне по силам, признаются жильцы. Счета у нас не увеличилась. Мы пришли и перешли. Мы, когда переходили в компанию «Квадро», у нас тариф на содержание был 23 рубля. Вот с этим тарифом мы и живем. Управляющей компанией «Квадро» привести дом в порядок удалось за три года. Повысить стандарты качества для того, чтобы улучшить сервис и обслуживание – один из секретов работы УК. Как говорит у нас губернатор и президент страны, основная задача для нас – это качество жизни наших жителей. И поэтому наша работа направлена постоянно на улучшение качества обслуживания. Повысить качество обслуживания помог новый аварийно-диспетчерский центр. Каждая заявка фиксируется в режиме онлайн. Ей присваивается уникальный номер, и любой житель может отслеживать, кем и когда она исполняется. Новые вызовы диктуют новые правила. Оформить больничный лист теперь можно и дистанционно. Изменения в порядке оформления больничного будут действовать в период карантина по коронавирусу с 20 марта по 1 июля 2020 года. Коснутся они тех, кто вернулся в Россию из стран с неблагополучной эпид-обстановкой, а также тех, кто проживает с ними. Сам больничный будет оформлен в электронном виде с электронной подписью врача медорганизации, входящей в перечень уполномоченных. Для его получения обращаться к врачу не придется. Достаточно направить через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования заявление на выдачу электронного листа нетрудоспособности. Причем это можно сделать из-за незарегистрированного в этой системе гражданина с его согласия. К заявлению, помимо основного пакета документов, необходимо приложить следующие сведения. Сканы отдельных страниц загранпаспорта, первого листа с фото и страниц с отметками о пересечении границ России. Электронный билет или любой другой документ, подтверждающий пребывание за границей. Сканы документов, подтверждающих совместное проживание с лицами, прибывшими из зараженных стран. Если вы проживаете с тем, кто приехал из-за границы, для получения больничного к электронному заявлению, прикрепите копии документов, которые подтверждают совместное проживание. Назначать и выплачивать больничные пособия будут территориальные органы ФСС. На сегодня это все. И помните, мы очень хотим вам помочь. Звоните по номеру телефона, указанному на экране, рассказывайте о своих сложных жизненных ситуациях и становитесь героями наших следующих программ. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...